Считанные дни до боя Магмед Маликов оттачивает свои любимые комбинации. Бой в Каспийске для 39-летнего тяжеловеса самый долгожданный в карьере. 10 лет назад в ярком поединке он уступил Кенни Гарднеру. Брать реванш Маликову предстоит на глазах у родной публики. Я был, выходя на бой, я видел огромное количество сельчан с района, знакомых. Такое ощущение было, если Дагестан туда приехал. С одной стороны приятно, с другой стороны, если бы был помоложе, на эти вещи можно было бы внимания не обращать, но с возрастом тоже какую-то ответственность чувствуешь перед этими людьми. Возраст в паспорте для Маликова это лишь цифра. Тренировки проходят наравне с чемпионами ведущих бойцовских лиг России. Опытный тяжеловес имеет в послужном списке победы над Александром Емельяненко, Алексеем Олейником и Джеффом Монсоном. Эти ветераны еще не завершали карьеру, и их пример отчасти и побуждает Маликова продолжать выступать. Они определенно вносят эту мотивацию, но все-таки меня больше мотивирует тренер мой, тренера мои, эти старшие братья, которые говорят все время, у тебя получается приходить на тренировки, работать, исправлять, направлять. И вот эти чемпионы, ребята, с кем я работаю, лет на 15-16 моложе чемпионов таких известных лиг, работая с ним, в любом случае получаешь такой заряд. У нас же стереотипно, если вот так размышлять и думать, вот 40 лет уже все, с тростью пора уже ходить и как бы себя списать. Соперник Кенни Гарни, мы знаем, как бы, да, вот, боец такой настырный, настырный, непредсказуемый, поздороваться нельзя с ним, мы уже видели это. Поэтому, в основном, я думаю, стойки будут проходить. И я, как думаю, Маликов должен выиграть нокаутом, потому что для нас это очень важно, в реванше, чтобы Маликов выиграл. Точку поставить. Да, поставить точку и дальше двигаться. Очередной турнир ЮФЛ призван открыть болельщикам ММА новые имена. Всего зрители увидят 15 поединков с участием перспективных бойцов из клуба Universal Fighters. Гаджумрад Абдулаев в Каспийске проведет свой девятый бой. Средневест из Махачкалы начинал карьеру в Китае. Побеждал он и в ведущем промоушене Азии, и в NFC. А в перерывах между боями успешно выступает по грэплингу. Соперник у меня Павел Масальский, представляет Белоруссию. Ну, посмотрел я его пару боев довольно крепкие физически. Ну, главный аспект его – это физическая сила, выделяется физическая мощь. Но в техническом плане я считаю себя лучше не как в стойке, так и в борьбе. И он тоже так больше акцент на борьбу. Да, я думаю, у нас, когда двое борцов стакается, обычный бой проходит со стойки. Я думаю, больше бой пройдет со стойки, да. Любой боец, который выступает, если он не хочет стать лучшим в своем весе в мире, то я не думаю, что есть смысл вообще заниматься этим. Я хочу, чтобы меня признали не сегодня, а так завтра, чтобы один день, чтобы я стал в своей весовой категории лучшим. Турнир UEFL 4 28 августа примет Каспийский дворец спорта имени Али Алиева.